друзья несмотря на то что у нас за последние несколько дней прилетело около 200 ракет ну в общей сложности это вместе с мопедами со всей херней и русские почему-то свято верят судя с российских новостей что у нас тут уже полная шляпа мы сидим со свечками среди тех кто выжил так вот нет экономика работает да она работает между сиренами да она работает с перебоями но перекупы продают машину а мы эти машины осматриваем тогда когда можем немножко мрачноватая машинка вот стоп блин нас приборы взять инструмента своих друзья всем привет вот сразу немножко отступлю от темы напишите в комментариях как вам темная студия потому что у нас весь вечная борьба я хочу светлую тему парни говорят светлое это все прошлый век это плохо надо темная студия и вот у нас там борьба светлого и темного вот помогите разобраться вот как лучше со светлой студии или с темной студии но это так легкое отступление значит относительно заявки имеем мы заявку вроде бы по стандартам она нормально обращается человек с разовым осмотром нужно посмотреть ford fusion ценник у него такой себе 15 с половиной машина правда гибрид человек заморочился он сам нашел все отчеты нам скидывает ребята посмотрите на эту машину но мы как бы сказали что это не очень хороший вариант но он и уже предварительно видел там глаза вот такие я влюбился в эту машину я ее хочу вы мне просто расскажите по технике потому что с кузовом там все наху very well тут даже по картинкам видно что пошла крыша волной когда крыша волной пошла это значит целостность кузова она нарушена то есть вот часть уже ушла плюс дверь там правая передняя не закрывается то есть нарушена там уже гармошечкой сложена сами дверные проемы мы не рекомендуем этот автомобиль но парень говорит что там сделано все на вот просто не прицепитесь с кузовом там все хорошо ну раз окей с кузовом все хорошо нам осталось только зафиксировать факт того как сделали этот автомобиль и хорошо ли его сделали и вот для этого этот автомобиль приезжает к нам повреждение типа якобы было незначительно начнем сразу с капота здесь рыжики на капоте капот по-хорошему на перекрас сопли можно сказать так был удар по правой стороне визуально неплохо так зазоры принципе более-менее с этой стороны тоже крыло уже ржавеет не стоит на месте фара есть капли крыло это красилась сколы на крыле это капота шторы на месте визуально потолок не поломанный яркость снова бачу яркость а дренажи мы просто зашпаклевываем со стойкой все хорошо лобовое девятнадцатого года есть пленочка наклеена сбывались углы снимались двери по рулю продиры кожа ремонтировалась подлокотник обалденный ремень безопасности без пайка тут грязненький просто ремень но целый до хорош относительно ремней безопасности но для того чтобы было понятно то как ремонтируют ремни посмотрите что стали то есть оставили ремни с дырками имеется до ремень безопасности на нем уже две такие злачные дырки другое то что грязный мы это пускаем можно почистить но он практически никогда не блокируется то есть есть ремень который одевается и как в жигуле он растягивается при ударе это в жигуле хотя бы можно ограничение сделать натянуть а здесь она то работает то не работает работает иногда в общем ремонт который сделан таким образом это очень некачественный ремонт потому что ну времени сколько стоит ну пусть даже там стоит они по 50 долларов хотя это вот так я дофига сказал но заморочиться поставить ремни это нужно потому что машина это безопасность должна быть но по факту от безопасности тут нифига то и не осталось так идем дальше здесь все хорошо тут разбито ветровичок задний его под замену кто-то увидел что здесь нового в студии я подожду мне нифига я покажу сейчас кто знает что это такое так вот скоро вот эта штука будет разрисована и продана на аукционе кому-то из наших подписчиков и деньги все вырученные пойдут на фонд зсу а вообще эта штука подарок от наших она уже полностью вот это вот очень редко он остается целый и вообще состояние вот это и вот напишите что это такое чуть-чуть не спалился если конечно знаете ну вот это реально тема которая далеко не все слава богу что вот эта штука не а мы смотрим дальше тут снова яркость всюду вот это уже тоже наша яркость такое ощущение будто его вообще на заводе я делал вот реально такие щасы вот такая вот мятина есть на стойке задней проема все хорошо здесь тоже все хорошо диск таком состоянии его под замену колодки тысяч пять хватит резина зимняя процента 80 есть что это за штуки а смотрю это шоу это шоу это клей какой-то или что-то разлили шторки есть шторки и и там стреляла подушка водителя что касается подушки безопасности которые в руле было стреляна первый момент она не очень хорошо стоит второй момент мы не очень хотим и осмотреть потому что мы не рекомендуем этот автомобиль но если нужно заморочиться мы посмотрим но есть третий аргумент продавец не очень хочет чтобы мы там чего-то разбирали ну не хочет и ладно мы вот так вот рукой махнули вот подушка которая была стреляна она не проверена то есть она не светятся возможно там стоит обман к если там в подушка физически мы этого не знаем ну в принципе нам особо это и не интересно потому что эту машину ну мы точно не рекомендуем а вот это интересно заметили или не тонировка ел какая витражное стекло и чтоб солнце не было да это витраж эпохи возрождения видно что здесь шпаклевка перепылы очень не очень сделано я кисть всюду я кисть домофон знаешь на подъездах домофон стоит вы что же самое 38 или 124 как как у всех ну и серьезно домофон но можно закодировать машину и типа до бесключен без ключа можно и без сигналки открывать не знаю зачем это надо но видел а тут оторванный стаканчик от полочки сша бавовна видишь произошла бавовна и отошел немножечко стаканов полки ни хера себе какой тюнинг усиление да это типа наверное чтоб для температуры для температуры отвода но на самом деле хер его знает емая я не горну 5 натуре шо я блин напильником этот распредвал выпиливал а тут тоже красиво сейчас на подъемнике будет что посмотреть дальше не заходит у него как красочный прибор девятьсот четырнадцать я думаю что там есть места где и поболее будет аж из америки она мужика эта мышка погрызла он тоже видишь погрызла ой кто-то живет не выставлена крыло тайвань продавец явно недоволен процессом без грунта все душечки тут снимали сейчас я заметил уже все для химчистки скорее всего хотел найти для чего откручивались сиденья не нашел потому что не похоже что ее химчистили она такая замызганная какая-то да ухо ухо полки крыла от стакана оторвано уже эту машину рекомендовать не можем что может быть плохого в том что оторвано крепление от чашки к этой полки прикручивается крыло во первых нету уже там нарушается слегка жесткость кузова а во вторых зазор на крыле ну не просто не получится сделать душа вот эта полка крыла она гуляет все можно отогнуть вот так она будет торчать с таким зазором но это конечно уже преувеличил но два пальца туда залетит аж бегом а можно сделать так что волосина не проползет и все только потому что полка крыла то место куда крепится крыло она не приварена к своему месту где оно должно быть но просто оторвано целостность самого кузова вот силовой конструкции она уже нарушена и плюс оторвана полка крыла крыло не стоит на месте никогда попал в яму стало больше попал еще раз яму стало меньше и потом все хватается за голода как так почему зазоры всегда разные только потому что не прикреплена полка крыла к своему посадочному месту ну не приварили забыли не получилось оторвалась будем ее читать компьютером не прочитанная книга видел за проводочкой потянка ой она горит прикольный скорпио или сиера это так они фокус думаешь экспертность я вот спрашиваю у парней это скорпио это скорпио или сиера они не знают все знаете что такие форды были или не слышал 10 лет уже перестали выпускаться как когда-то си а заведете можно компьютером почитать она запустилась как слабовато херачит маслом и через щуп да а ну цифры вин кода 727 это что проекция ну да такая комплектация не комплектация хорошим на кузов раскомплектован а там кстати с той стороны стоечку если так пощупать вот здесь вот то гармошечка с стороны на стойке так и наш валеная была так типа наш валеная была и она там сыграла на нас этой стороны тоже шутим могу сказать я ее уже не рекомендую почему ваша с ней нет давай кашкира тут дэра вовсе люкс флексус не но если доделать то может быть помимо какой бы накобус доделать а наш еще типа на пол на полном приводе очень интересно смотри знаешь как у фьюженов зазоры не нравятся открыл закрыл капот зазоры поменялись еще раз открыл закрыл они еще раз поменялись двойной пакетик да а это ну капот конечно вообще красота как всегда то тут все красота не хочешь поднимать и не ну бы захотят подымем хотя 17 год 16 17 сейчас тебе скажу 15 15 500 я какую-то переворот пустил в этой жизни я тоже у них такой цены нет вообще но если бы он стоил там 12 я бы не удивился скажем так ну да тут комплектация типа он и и гибридно какой-то там и зафаршированный вроде но здрасте еще раз ну что я могу сказать ну я ее уже не рекомендую она не собрана там грубо говорят швы разошлись на полке крыла от стакана то есть я могу показать стойка это уже есть хорошо плюс зазоры по стойке покажи он проведи рукой ниже вот это вот хлопнула немножечко стоечка уже деформация пошла может и не нарушена но пострадала да плюс тут дренажи вот эти вот они должны быть открытые они какие-то как будто бы как зашпаклеваны это кузов это основной просто тут явный намек на эту капсулу салона на повреждение на деформацию стоечка крыша вот такие уже моменты которые реально критичные мы этот автомобиль уже не рекомендуем то есть мы объясняем что здесь нарушена целостность кузова здесь вопрос по безопасности но имеется ввиду ремни вы же помните да много всяких моментов оторваны опять-таки крепление крыла которое должно быть приварено к стакану очень много вопросов по этому автомобилю естественно в этот неадекватный ценник 15 с половиной за пятна с половиной можно на куклу взять хороший практически идеально собранный автомобиль но заказчик свято верить что все машина хорошая вот он в нее влюбился и вот эти вот погрешности самое интересное что вроде бы можно и убрать только вопрос убрать это дорого из купить дорогую машину и потом еще вкидывать хреновую тучу денег для того чтобы все это исправить кукей слова заказчика закон едем на истово и 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 ты я тебя покажу вот тут и вот тут да она не такая маленькая не точечная тут когда играет когда играет крыша делается такой ну как будто усилия на капсулу немножечко и вы будто бы как скручивает и где-то проминается какая-то посмотреть если на краш-тест в замедленной съемки вид сверху по результату скажем краш-теста вроде бы все в порядке но в момент именно видно как крыша просто как волную так срабатывает друзья вы когда видите волнистую крышу на автомобиле вот просто вам совет на будущее уходите от этой машины даже если она стоит недорого потому что это все восстановить это надо разобрать всю машину вытащить мотоль все силовые агрегаты снять бампера капоты крылья поставить на стапель попробовать ее вытянуть получится красота не получится понимаете что вы прилипли зря на эту работу это стоит очень дорого и не факт что это получится не понятное дело что если заморочиться вкинуть много денег то все можно сделать все в нашей стране делается в нашей стране акцентирую внимание все это делается в америке этого делать не хотят это уже утиль так вот если видите крышу матом ну смысле волной то уходите почему уходите потому что нарушается геометрия кузова колеса вы уже в пространстве нормально не выставите а если вы ставите то это такие танцы с бубном будут короче не нужна такая машина вот первый момент если видите у нее пошла крыша спасибо до свидания мы поехали дальше говорят у вас палец порваны просто спасибо бургеры кушать будем смотрим фьюжен начнем сзади то есть такие вот щасы небольшие дверь гляшет у меня куча над ручкой здесь вот придавлен немного бампер не критично под лаком царапин очень много плохо вы готовили здесь подсветка отлетает уже вылетит так стойка сухая вроде бы диск на реставрацию тормозной диск и норм еще с не критично по зазору нормально тот зазор вообще кошмарной но так всегда всегда резиновые изделия рвутся интересно жалюзи работают я думаю даже если они работают по-разному стоят надо я думаю что они не работают крышетка немножко не на месте полный прививок немножко такой подгрызанный его катали но это повреждение за счет транспорта сутри сакашова так вот думаешь поднимали да это же должен быть крепким по идее но отвечает соякость сояки сборки но тут уже вода пойдет тут тоже блин это плохо там красиво спереди да подожди к сладкому переду потом поймаешь вы тут кляксы ты стань здесь я тебе покажу как красят видно и она так по всей этой самой площадке запечатли это художество она все-таки мин трошки это самое заходить за дверь просто когда разгоняешься но так вот поток идёт понял ну как у тебя на поставьте на твою дырку специальные продувал технологические отверстия не дырки тут прикольно собрали да да класс судя по фотке нож как колесо вот тут вот сюда уперлась все тут делов наделала 3 колесо матом стоял тут все в масле бы это хорошо смазывать смазывается все и внутри и снаружи очень много доработок я вижу в изоленте до опрацевания допы да допы покращение хомутики там все тут вот ухо которому подрамник крепится тоже немного покращение как буллась если это отрицательная целость вот этой рукой рука красивая вот эти все вот зазоры трещины вот эти все там сколы и кривые зазоры это все так должно быть и вообще на ней ездили в магазин за хлебом все можно опускать да беги сюда быстрей 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 успеешь давай давай вот дурный скажешь прыгнуть будут прыгать ну ё-моё чудик ты заснял как твоего коллегу только что чуть суицид не сотворил над собой не успел под машину бросился в буквальном смысле сожалению выжил да такой не он грустный там вообще там и на крыше две хлопушки от удара достаточно сильный как для фьюжона они крепенькие да они не крепенькие крепенькие но и наоборот это что классный надо брать я вот спрашиваю спрашиваю парней это сиера или скорпио говорят не знаю люблю такие это все ясно это принято ясно даже передобрать взял вы или машина или не машина заказчик сказал что то есть как бы он все видит все классно все пустим все устраивали крышу показывали то что она плавает ему просто нужна объективная картина и когда уже начали показывать герметико корону у крыла начал начал теряться не я что-то говорю всему своя цена на 15 500 для нее это за дохера как какой-то этот самый гоночный двигатель в я рисе а тут наоборот для гоночные колеса ты слышишь какой-то если подытожить машина она не до собранная это первый момент она получила тяжелый плохой удар это второй момент то есть мы эту машину не рекомендуем когда смотрели этот автомобиль снизу мы все-таки уговорили заказчика не обращать на нее внимание и к тому же продавец говорит слушайте ребята мне эта машина зашла ну пипец как дорого ну я там 300 долларов уступлю я не присутствовал в торгах но меньше 15 он не 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 опускался по цене я скажу что сейчас эта машина продается 14 100 и это все равно для нее мега дорого поэтому не нужна такая машина слава богу что заказчики и не взял хорошо что мы его уберегли друзья если вам нужен хороший подбор внизу есть контакты вы знаете что делать ну а на сегодня все с вами был николай тарануха киев компания один авто всем удачи на дорогах не болейте не тупейте всем мирного неба всем пока пока и все-таки какая студия лучше светлая или темная